Столетия отделяют нас от драматических событий русско-японской войны. Историки до сих пор спорят, какой была эта война, называя её то последним рыцарским сражением в истории человечества, то первым столкновением белой и жёлтой расы нашего времени. Сотни научных трудов посвящены описанию военных действий, анализу побед и поражений, которыми были наполнены два года русско-японской войны. Однако сегодня мы всё ещё так мало знаем о тех, кто погиб, защищая порт Артур, о тех, кто ушёл на дно моря вместе со своим кораблём в Сусимском сражении. Рюрик всё глубже и глубже садится в воду. Нос поднимается в воздух, блеснул мокрый киль, и не стало нашего чудесного корабля, нашего дедушки, как мы его называли. Редактор субтитров А.Сёмкин Проигранная война – это трагедия державы. В ходе боевых столкновений на Дальнем Востоке в 1904-1905 годах Россия не одержала ни одной крупной победы ни на море, ни на суше. Она потеряла практически весь свой клуб. Широко известны героическая гибель крейсера «Варяг» в начале войны и цусимская трагедия эскадры адмирала Ржественского в конце её. Но в тени остался морской бой 1 августа 1904 года в Корейском проливе между двумя отрядами русских и японских крейсеров. Эта беспримерная пятичасовая схватка по своей ожесточённости и стойкости сопротивления против превосходящего противника не имеет примеров в истории русского флота. В ходе её героически погиб под огнём окруживших его японских кораблей броненосный крейсер «Рюрик» – главный герой нашего фильма. 2 декабря 1933 года в Брионе скончался контр-адмирал Константин Петрович Иванов XIII. В некрологии было сказано «Верно и нелицемерно, не щадя живота своего, врагам государя моего упорно и всюду чинить сопротивление до последней капли крови». Скончение адмирала уходило в историю судьба легендарного крейсера и его экипажа под командованием тогда ещё лейтенанта Иванова XIII. Корабли, как люди, рождаются на свет, как правило, в лупых, живут героической или спокойной жизнью, стареют и умирают, одни у причала, другие в бою, найдя своё последнее прибежище на морском дне. В год столетия знаменитого сражения было решено организовать экспедицию по поиску погибшего крейсера. Рабочую группу по подготовке к экспедиции возглавили командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Фёдоров, ректор Государственного технического университета профессор Геннадий Турмар. Началась подготовительная работа. И все свои великие, и другие крейсеры были. Для производства поиска районом, по данным крейсера Токачехо, и уже в последнюю очередь остается как раз район, который по данным источников адмирала Викторсова. Военный историк адмирал запаса Николай Маскалёв обобщил полученный из разных источников материал. На капитана яхты Истра Владимира Карташова возлагалась задача подготовить технические средства и экипаж к выполнению поисков. Виктор Санкт-Петербург 9 июля 2004 года парусная яхта Истра, оборудованная как научно-поисковое судно, отошла от 33-го причала города Владивостока. Она направилась в район сражения крейсеров в Корейском проливе, чтобы акустическими средствами обнаружить на дне крейсера «Рюрик» и максимально точно зафиксировать координаты его последнего прибежища. Мы отдали Швартовы от причальной стенки графской пристани. Так она раньше называлась. Именно отсюда сто лет назад вышел в свой последний поход легендарный крейсер «Рюрик». Яхта шла к району поисков. Впереди было 500 мин штормового моря и достаточно времени, чтобы еще раз представить себе, как все было сто лет назад. К концу 19-го столетия Россия усиленно перевооружала свои морские силы. По 20-летней судостроительной программе 1881 года создавался мощный океанский флот. Император Александр III по случаю спуска на воду на Черном море в 1886 году первых броненосцев Чесма и Екатерина II произнес «Ныне флот возникает вновь на радость долго скорбевшему о нем отечеству». Учитывая отсутствие в океанах собственных опорных пунктов и баз снабжения, каждому русскому крейсеру предстояло действовать самостоятельно и уметь наносить быстрые и решительные удары, не рассчитывая на чью-либо помощь. Появились броненосные крейсера, то есть имевшие поезд брони по ватерлинии. Владимир Мономах, память Азова. Но они не обладали большой скоростью и мореходностью. Возникла необходимость в создании крейсера с большей дальностью плавания, повышенной мореходностью, высокой скоростью и сильным артиллерийским вооружением. Первым русским проектом такого корабля и был новый мореносный крейсер «Рюрик». По летописным преданиям один из предводителей варягов, которого вместе с братьями Трувором и Синеусом эльменские славяне призвали княжить на новгородской земле. Летописная дата призвания на Русь князя Рюрика 862 год считается датой начала русской государственности. Имя «Рюрик» на русском флоте носили пять кораблей с 1815 до 1922 года. Наш «Рюрик» был четвертым. Строительство крейсера было порочено Балтийскому заводу в Санкт-Петербурге современнику начавшейся эры парового и железного судостроения. Строительством по проекту инженера Николая Ефимовича Ордионова руководил корабельный инженер Николай Васильевич Долгоруков. 22 октября 1892 года в присутствии императора и торжественной диспозиции кораблей на Невском рейде был произведен спуск крейсера на ладу. Достройка корабля производилась почти два года и 25 сентября 1894 года крейсер вступил в компанию. Новый корабль имел огромное по тем временам для крейсера водоизмещение 11 тысяч тонн. Броневой пояс по ватр-линии 200-250 миллиметров. Высокую скорость 19 узлов. Мог брать запасов 2000 тонн угля. Вооружение крейсера составляли 4 203-мм орудия. 16 152-мм и 6 120-мм. А также 16 малокалиберных 37-47-мм орудий. Он имел 6 минных аппаратов для торпед. Дальность плавания экономической скоростью 10 узлов составляла почти 7 тысяч миль. Мог пройти от Санкт-Петербурга до берегов Америки и вернуться обратно без дозаправки. Не обошлось и без недостатков. Главными из которых были побортное расположение артиллерии, что не позволяло вести огонь всеми орудиями в одном направлении. Отсутствие бронирования кормовой оконечности и слабое бронирование боевой рубки 150 миллиметров. Слабая защита артиллерийской прислуги. Строительство крейсера обошлось России в 9 миллионов рублей. Экипаж состоял из 720 человек 27 офицеров. На корабле проходили службу Петр Петрович Шмидт, возглавивший позднее восстание на Очакове и Александр Васильевич Колчак, будущий верховный правитель России. В мае 1895 года крейсер посетил с императорским смотром новый император Николай II. 29 октября 1895 года наш Юрик навсегда покинул Седую Балтику. И под командованием нового командира капитана первого ранга Александра Христиановича Кригера отправился в свой первый дальнеокеанский поход к новому месту службы на Дальний Восток. Четыре месяца он провел в составе русской Средиземноморской эскадры. Посетил французский порт Алжир, турецкий Смирну, Александретту, греческий Пирей. Пройдя Суэрским каналом воды Индийского океана через английские порты Аден и Коломба прошел в океан Тихий. И 9 апреля 1896 года отдал якоря в японском порту Нагасаки, где приходилось главным образом базироваться Тихоокеанская эскадра. Туда же на Дальний Восток прибыл крейсер России крейсер Громобой. Эскадра Тихого океана, плававшая на самом сложном из морских театров, к концу 19-го, к началу 20-го века была наиболее деятельным, непрерывно наращивающим боевую мощь формированием русского флота. И плавать, и готовиться к войне приходилось постоянно и всерьез. Россия, приобретя в 19-м веке западное побережье Японского моря от Устья Мура до Корейского полуострова, включив в свой состав Приморский и Уссурийский края, продолжала свою экспансию на юг. Взгляды ее были устремлены на северный Китай и Корею. В 1897 году началось строительство китайско-восточной железной дороги от станции Маньчжурия до станции Суй-Фэньхэ пограничная, которая сократила путь от Читы до Владивостока в три раза. По конвенции с Китаем Россия приобрела в аренду на 25 лет Леодунский полуостров с местечком Люйшунь, имевшим европейское название Порт Артура. Этот незамерзающий порт с 1898 года стал главной базой Тихоокеанской эскадры. Тогда же было начато строительство Южно-Китайской железной дороги от Харбина до Порт Артура. Воспользовавшись повреждением отдельных участков Китайско-Восточной железной дороги во время боксерского восстания Китая в 1900 году русские войска заняли Манчжурии, подняли в Харбине русский флаг. Перед началом войны в 1903 году в Владивостоке сформировали отряд крейсеров эскадры Тихого океана, в которые вошли новые броненосные крейсера России, громобой, рюрик, бронепалубный крейсер Богатырь и вспомогательный крейсер Лена, переоборудованный пароход добровольного флота Херсон. Отряду придали 10 миноносцев. Задача отряда ведение крейсерской войны, то есть нарушение морских коммуникаций противника и набеговые действия на его побережье. К началу войны крейсера достаточно освоили театр предстоящих боевых действий. Рюрик стал тихоокеанским ветераном. Командир крейсера, бывалый тихоокеанец, 48-летний капитан первого ранга Евгений Александрович Трусов. До Рюрика он уже командовал минным крейсером Всадник и канонерской лодкой Сивыч. Был командиром Квантунского флотского экипажа, одновременно исполняя обязанности начальника штаба, командующего морскими силами в Тихом океане. В 1895 году Япония победила в войне дряхлеющей Китая. Ее молодые армии и флот понюхали порох. Офицеры приобрели опыт ведения войны. Огромная контрибуция, наложенная на Китай, полностью пошла на перевооружение армии и флота. Страна закупала новейшие корабли у Англии, Франции и США. Япония затаила обиду на Россию за Леодонский полуостров, фактически взятый ею в ходе войны с Китаем. Страна требовала мирового политического признания и получить она его решила в войне с великой державой России. Заручившись дипломатической поддержкой Англии и США, 26 января 1904 года Япония внезапным нападением своего флота на корабли Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре начала войну с Россией. Ночной торпедной атакой были серьезно повреждены корабли эскадры в Порт-Артуре, а в корейском порту Чумульпо Россия потеряла крейсер «Варяг» и канонерскую лодку кореец. В Чумульпо и Фузане был беспрепятственно высажен десант началось продвижение японских войск в Маньчжурию. Тихоокеанскую эскадру блокировал с моря японский флот под командованием адмирала Тога. Получившие повреждения корабли восстанавливали боеспособность в условиях практически отсутствия ремонтной базы в Порт-Артуре. Японский флот стремительно завоевывал господство на море. С первых дней войны отряд начал активные боевые действия на море. Наместник Рейценштейн. Крейсерам начать военные действия, стараясь нанести возможно чувствительный удар и вред сообщениям Японии с Кореей и торговли. Действия с должной смелостью и осторожностью, оставаясь в крейсерстве, сообразно обстоятельствам не более десяти дней. Капитан первого ранга Николай Карлович Рейценштейн, начальник Владивостокского отряда крейсеров. Эта телеграмма легла на стол начальника отряда в ночь на 27 января. А уже в 16.00 того же дня все четыре крейсера вышли в свой первый боевой поход. Потопление японского парохода в первом походе у берегов Японии и второй поход на бег на корейский порт Гензан вынудили командующего Соединенным флотом Японии и вице-адмирала Тога предпринять действия по нейтрализации русских рейдеров. Отряду адмирала Камимуры, смотря по обстоятельствам дать бой или угрожать неприятельской эскадре. Камимура Хиканоджи командующий вторым боевым отрядом японского флота. В составе отряда пять новейших броненосных крейсеров английской и французской постройки. Главное их преимущество перед нашими крейсерами башенная установка орудий главного калибра 203 миллиметра, что позволяло вести огонь всеми орудиями на любой борт. Адмирал Камимура происходил из семи высокопоставленного самурая. Воевать начал в 18-летнем возрасте на суше против мятежных самураев. Затем учился в военноморском училище в Японии, который закончил в третьем выпуске. Утром 22 февраля отряд Камимуры при поддержке еще двух легких крейсеров пришел из Желтого моря Владивостока. Иначе его обстрел словно вызывая на бой стоявший в бухте Золотой Рог русский отряд. Не входя в зону обстрела береговых батарей крепости отряд Камимуры выпустил по городу в большей части безрезультатно 200 снарядов после чего удалился. С этого времени Камимура был отвлечен от главного направления. Он рыскал по Японскому морю и Корейскому проливу в поисках нашего отряда крейсеров. 28 февраля в Порт Артур из Петербурга прибыл новый командующий флотом Тихого океана вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Он командование отрядом доверил своему ученику контр-адмиралу Карлу Петровичу Иэссену. Иэссен Карл Петрович из дворян Лифляндской губернии. В русской армии и особенно во флоте служило много прибалтийских немцев. В 1875 году окончил морской кадетский корпус. Служил минным офицером, командовал миноносцем, крейсером Азия, был первым командиром крейсера Громобой, привел его на Дальний Восток. Контур-адмирал с января 1904 года. Младший флагман Тихоокеанской эскадры. С марта начальник Владивостокского отряда крейсеров. Крейсера продолжали действовать у берегов Сангарского и Корейского пролива. Июньский рейд под командованием вице-адмирала Безобразова один из самых блестящих успехов отряда. Вместе с утопленными транспортами противника оказались на морском дне 18 осадных орудий калибра 280 мм, предназначенные для осады Порт-Артура. Не добрались до района боевых действий солдаты гвардейского полка. Русские крейсеры приобрели славу неуловимую. В июне крейсера Россия Громобой Рюрик под флагом Ессена совершили свой знаменитый поход в океан. Отряд прорвался ранним утром в океан через Сангарский пролив. И вдоль восточных берегов Японии скрытно прошел в Токийский залив. Шесть уничтоженных судов, два захваченных, плененных и впоследствии приведенных призовыми командами в Порт Владивосток таков итог 16-дневного рейда отряда. Но главный итог политический. Отряд посеял панику по всей Японии. Разъяренная толпа сожгла дом адмирала Камимура. А в Порт Артуре события разворачивались по трагическому сценарию. Выдержав внезапный удар японского флота адмирала Тога, корабли эскадры залечивали раны и оказывали противодействие под прикрытием береговых батарей крепости. С прибытием назначенного командующим флотом Тихого океана вице-адмирала Степана Осиповича Макарова порт Артурцы приободрились. Корабли стали чаще выходить в море. В первом же приказе Макарова роковыми стояли слова «Я постараюсь избежать случайности, если не улегусь делом вместе со всем моим флотом». Однако случайность подстерегала адмирала уже через 36 дней после вступления в должность. 31 марта адмирал Макаров вывел эскадру для оказания помощи эсминцам попавшим за сам. На внешнем рейде флагмарский броненосец Петропавловск наскочил на японскую мину. Взорвался и мгновенно затонул, унеся с собой командующего флотом и почти весь экипаж. Гибель броненосца удалось запечатлеть. Фотограф как будто бы специально выбрал удачную позицию для съемки на Золотой горе. Это событие значительно подорвало моральный дух эскадры. Но крепость сражалась самоотверженно, отражая все новые и новые наступления противника. Обреченность Порт-Артура поставила Тихоокеанскую эскадру на край гибели. Японцы установили на захваченных высотах осадную артиллерию. Получили возможность корректировать огонь других батарей по внутреннему рейду Порт-Артура. 25 июля произвели первую бомбардировку стоянки флота в гавани. Тихоокеанскую флота Тихоокеанскую бомбардировку бомбардировку Сражение Тихоокеанскую Скрыдлов командующий флотом назначенный на замену погибшему Макарова не смог прибыть в осажденный порт-Артура находился во Владивостоке. Цель посылки вашего отряда состоит в следовании на соединение и на помощь эскадре адмирала Витгифта по присоединению которой имеете поступить под его команду. В случае если не встретите адмирала Витгифта до параллели Фузана далее к югу идти не должны. Если около Фузана усмотрите эскадру Камемуры то не вступая с ней в бой должны отвлекать ее на север в погоне за собой. Владивостокские крейсера должны были выйти навстречу эскадре и отвлечь на себя силы отряда адмирала Камемуры. А в случае успешного прорыва порт-Артурской эскадры соединится с ней в море. Инструкция получена Ессеном в 2 часа ночи 30 июля. Уже в 5 часов утра отряд снялся с якоря и текстерно вышел на помощь товарища. Итак пройдя по продраленному створу из Владивостока корабли начали движение к Корейскому проливу. Расчеты штаб Ессена провел на различной скорости хода эскадры Витгефта. Возможная встреча планировалась на рассвете 1 августа на параллеле Фузана в современный корейский порт Уссан. Вскоре адмирал Скрыллов получил сообщение от наместника Алексеева о результатах боя в Желтом море. Эскадра не прорвалась. Он послал в догонку отряду крейсеров миноносец с приказанием на возвращение. Миноносец на всех парах выскочил из порта, максимальным ходом пытался догнать отряд, но не смог. Корабли продолжили движение в пролив. В 9 часов 30 минут личный состав отряда кораблей узнал о цели выхода в море, сохранявшейся до этого в тайне. Это воодушевило экипажи. Все ждали долгожданной встречи с товарищами. Для меня, говорил командир Рюрика, капитан первого ранга труса, «Эта операция дорога еще и по отцовским чувствам. Я встречаю не только артурскую эскадру, но увижу и сына Мичмана с броненосца Пересвет. Что я скажу жене и дочери в Владивостоке, если встреча не состоится?» На кораблях еще не знали результатов происшедшего сражения. Витгев погиб, эскадра из порта артуры не прорвалась. В отличие от русских, вице-адмирал Камимура узнал о результатах этого сражения в тот же день и уже утром следующего дня принял от адмирала Тога распоряжение о выходе в море. Через два часа его боевой отряд покинул базу Азаки на острове Сусима и взял на себя наблюдение за северной частью Корейского пролива. Перед подходом к проливу адмирал Иэссон дал приказание развести пары во всех котлах с тем, чтобы на всех кораблях иметь возможность дать самый полный ход. Погода в районе почти штилевая. В 4 часа 30 минут в ранней предрассветной мгле вдалеке обнаружили силуэты военных кораблей. Вспыхнувшая радость встречи со своими быстро угасла. По силуэтам опознали врага. В строгом элеваторном строю шли крейсера Идзума, Такива, Адзума, Иваты, отряд адмирала Каминова. На кораблях отряды крейсеров пробили тревогу. Стеньговые флаги, зовущие в бою, мигом взлетели до места. Крейсера ожили. Все заняли места по боевому расписанию. Почти одновременно огромные полотнища с изображением восходящего солнца поднялись и на вражеских крейсерах. Наступил час, когда каждый должен выполнить свой дом. Иэсен повернул на восток, постепенно прибавляя ход. Японский отряд, оказавшись по левому борту в восьми милях от наших лег на параллельный курс, приготовился к бою. Перехватили радиограмму Камимуры в базу Сосеба. Воспрепятствуем русским пройти далее. Будет дан бой. Нужно еще два крейсера. Проход русским загражден по флангу с южной стороны. О чем думали в этот момент русские и японские адмиралы? Узнать об этом из сухих отчетов практически невозможно. Наверное, каждый из них проигрывал в голове варианты развития ситуации. Иэсен, имея приказ отвлечь отряд японцев в погоне, не вступая в бой, уже понимал, что выполнить его нет возможности. Чувство долга, холодный расчет, ответственность за жизни людей перед столкновением с преобладающим в силе противником все сконцентрировалось в жесткие слова приказания. Камемура морской сегун правитель. Позднее он получит в вице-адмиральские погоны засусимы. Но это потом. Сейчас Камемура горел желанием наконец-то посчитаться с неприятелем, который так долго и безнаказанно хозяйничал побережье его любимое другое. Самурай до кончиков ногтей. Сын и внук самурая. Победа или смерть другого не дано. Неравнодушный к спиртному Камемура и в этот момент наверное не удержался от чашечки Сакэ. Известие об исходе боя в Желтом море придавало дополнительные силы, укрепляло дух его экипажа. Использовать преимущество в скорости, занять выгодную позицию для стрельбы и короткая команда на открытие огня. В 5 часов 10 минут с уменьшением дистанции до 6 миль японцы открыли огонь. Вслед за ними ответный огонь из 203 миллиметровых орудий левого борта открыли наши крейсера. Вскоре на концевых японских крейсерах Ивата и Токива заметили взрывы и пожары. В 5 часов 23 минуты японский снаряд чуть ли не наполовину раскрыл третью трубу России. Упала тяга в топках отлов кормовой машины. Скорость корабля снизилась с 15 до 10 узлов. Вскоре обнаружили подходящий с юга легкий крейсер на Нива. Отогнали его выстрелы. Но за ним должны быть еще два легких крейсера. Такачихо и Нитака прибывает вызванная Камимурой подмогой отряд контр-адмирала кулы. Кольцо сжималось. Надо идти на прорыв. На наших крейсерах появились первые потери. На мостике крейсера «Россия» наповал убит старший офицер капитан 2-го ранга Владимир Иванович Берлинский стоявший рядом с командиром и адмиралом Ессеном. С громобой получили семафор. Командир ранен. Ессен в 5 часов 50 минут повернул свой отряд на север. При повороте Рюрик отстал. Попал в посредоточенный огонь противника. Именно в этот момент крейсер получил тяжелые повреждения в корме, в результате которых вышел из строя рулевой прием. Командир тяжело ранен. Старший офицер ранен смертельно. На запрос флагмана все ли в порядке? Рюрик долго не отвечал. Дистанция увеличилась до 30 каметров. Над искалеченным мостиком крейсера поднялся сигнал флаг Кака. Не могу управляться. Запрос Рюрику кто на мостике? Ответ крейсер ведет лейтенант Зенилов. О том какая адская картина творилась на крейсере говорит немало свидетельств. Вот что рассказывает об этом корабельный священник сам герой векут по национальности не романах и не сирен а конечно на мостике сигнальщики рулевые все полога покрыты трупами звездами разорванных солнечных тел всюду кровь на батарейной палубе серебствуют пожары их душа тратят многие не могут стоять и держать славу кто может пускай на колене корабль продолжая циркулировать ведет яростный артиллерийский огонь в полузатопленных кормовых отсеках не прекращались попытки команды выбрать рулевое устройство иногда казалось что это удалось сделать крейсер давал ход напрямую в курсе флагман передал сигнал следовать во Владивосток на Рюрике его репетовали значит разобрали но израненный крейсер уже не мог следовать за нашими кораблями брак весь свой шквальный огонь перенес на израненный крейсер наш Рюрик под командованием лейтенанта Зинилова дает ход под управлением одними машинами без руля и пытается догнать Россию в громобоя если дважды подходит к Рюрику пытаясь отвлечь огонь противника на себя однако это удается только в 8 часов 20 минут когда с юга подошли легкие крейсера контр-адмирала Рюрику эти небольшие тихоходные корабли сейчас уже могут справиться с израненным Рюриком Камимура обрушивает всю оставшуюся мощь своих броненосных крейсеров на Россию и громобой И адмирал и эссен командуют курс 300 следовать Владивосток свое решение адмирал принял исходя из состояния артиллерии на России остаются неподбитыми два 152-мм орудия правого города и три орудия левого города обстановка на громобое не лучше остается зыбкая надежда что Рюрик отобьется от слабых крейсеров и исправит свои повреждения новый вражеский снаряд влетает под броневой колпак боевой руки и разорвавшись убивает командира и тяжело ранит Зенилова российскому флоту в этой войне фатально не везет командир гибнет в первые минуты боя сражения командующий флотом Макаров гибнет со всем штабом при взрыве броненосца Петропавловск на японских минах на 36-й день своего командования флотом командующий первой эскадрой Витгевт погибает в самом начале сражения на броненосце Цесаревич почти со всем штабом но на этом же корабле из состава экипажа 750 человек в результате боя погибнет всего 8 командующий второй эскадрой Рожественский серьезно ранен в самом начале Сусимского сражения и не в состоянии руководить эскадрой Гибель или вывод из строя командира на начальной стадии сражения приводит к необратимым тяжелым последствиям особенно в той войне когда эффективность средств управления намного отставала от эффективности средств поражения нельзя сказать что японские адмиралы лучше укрывались от русских снарядов это были смелые и бесстрашные моряки в сражении в желтом море на мостике флагманского броненосца японского флота Миказа тоже разорвался крупный русский снаряд убив 7 человек и ранив 16 в том числе командира крейсера и двух флаг офицеров адмирала Тога но сам командующий не пострадал видимо берегли его японские боги российскому флоту все же фатально не везло на мостик вызван сражавшийся на батареях левого борта младший артиллерийский офицер лейтенант Константин Петрович Иванов 13 лейтенант Зенилов ранен в голову лейтенант Иванов 13 приемает командование несмотря на то что сам уже краник оттужен умирающий лейтенант Кладовский кричит ура немедленно подхваченная команда обудряйте людей батюшка произнесет обе спасенных сил и снова раздаются подхваченная командой торжественные звуки Божия царя Харьей По боевому расписанию мое место было в лазерете но скоро там оказалось столько ранен что не то что операция а не было возможности сделать перевязки крейсер крейсера камемуры сами уже изрядно пострадавшие от русского огня устремляются в погоню они легли на параллельный нашим крейсерам курс и открыли прицельный огонь 4 против двоих дистанция стрельбы самая эффективная 30-40 кабельтов ситуация критическая но русские моряки и не думают прекращать борьбу на наших крейсерах вводят в струй часть 203-миллиметровых орудий правого борта наиболее сокрушительных для врага открывают огонь из 75-миллиметровых орудий выпущено более тысячи бронебойных снарядов в команде начинает замечаться какое-то ослабление дороже бы продать свою жизнь вспоминая участие в боях видны результаты от зума выходит из строя на флагманском и дзума стволы носовой башни упали на палубу все башни японских крейсеров кроме концевого такива практически бездействия дымы пожаров видны на ивате и такива огонь наших крейсеров концу гуя стал даже усиливаться и заставил японского адмирала прекратить бой в 9 часов 50 минут дав последний зал и дзума резко отвернул вправо за ним последовательно легли на обратный курс все остальные в японском описание боевых действий об этом этапе боя говорится стреляли редко и только наверняка вследствие перерасхода боеприпасов и крайнего утомления расчетов камимура уходил на юг туда где остался период японскому адмиралу нужен был практически результат когда японцы скрылись из виду на наших крейсерах сыграли отбой затем команде обедать 5 долгих часов боя закончились люди обгляделись и заметили что многие из них посидели масса шел только один около часа застопорив машины заделывали наиболее опасные пробоины это поэзгут в зожди зателы наиболее здесь потом это опять в пол 2 т 6 на Около «Рюрика» остались крейсера «Нанива» и «Токачехот», которые открыли огонь с расстояния 40 кабельтов. Когда расстояние между кораблями сократилось до 15-18 кабельтов, лейтенант Иванов немедленно воспользовался этим взаимным расположением кораблей. Дав полный ход, он намеревался на циркуляции таранить «Наниву». Японский крейсер легко увернулся. Из последнего уцелевшего торпедного аппарата «Рюрика» была выпущена торпеда, но она прошла мимо. Убедившись в том, что русские не собираются сдаваться, японские корабли увеличили дистанцию и усилили артиллерийский огонь. Новый зал побрушился на «Рюрика». Второй раз ранен лейтенант Иванов. После перевязки он снова в бою. Он на мостике. Комендоры продолжают издевать порт. Восстанавливают поврежденные орудия. Они больше всех подвержены огню противника. Иванов в помощь им посылает матросов из машинной команды. Последний резерв к последним орудиям. Но постепенно умолкали подбитые орудия. Экипаж нес огромные потери, но намерен был сражаться до конца. Еще один снаряд разрывается внутри боевой рубки. Взрывом уничтожены все приборы и средства управления кораблем. Чудом оставшийся в живых, третий раз раненый Иванов спускается на верхнюю палубу. И приказание в машинное отделение передает голос. Огонь с «Рюрика» почти прекратился. Лейтенант Иванов убедился в том, что все средства для сопротивления исчерпаны. Последнее кормовое орудие. Мичмана Ширяева стреляет изредка. Снаряды подает корабельный священник Алексей Аконешников. Воспоминания очевидцев. Крейсер начинает погружаться кормой. Подходят к району боя легкие крейсера. Нейтака и Цусина. Несколько миноносцев. Командир понимает, что последняя возможность к сопротивлению врагу исчерпана. Иванов приказал подготовить корабль к взрыву. К единственному оставшемуся нераненному Мичману Шилингу. Но тот, обследовав состояние Бигфордовых шнуров, выяснил их непригодность. Иванов приказывает старшему механику Гейна открыть кинстоник. Лейтенант Иванов 13-й приказывает затопить крейсер, чтобы он не достался врагу. На корне еще стреляет последняя пушка. Рюрик быстро тонет. Надо исповедовать равенную. Они лежат по всем направлениям. Среди массы трупов, среди оторванных человеческих рук и ног, среди кровей и стонов, я стал делать общую историю. Как потрясающая была эта общая история. Перед самой смертью многих. Одни крестились, другие протягивали руки, третьи смотрели полными слез глазами. Картина была ужасной. Лейтенант Иванов 13-й передал мне спасателей круг и советовал скорее оставить судно. Механик строил пар из котлов и отпустил котельную и машинную команды. Оставил только двух матросов. Абдула Мангулова и Николая Шестакова. Они выполнили свой последний долг. Открыли кинстоны. Начали выносить раненых. Привязывать их к койкам. Опускать в воду. А японцы еще продолжали стрелять. Снаряды рвались, добивая оказавшихся в воде раненых. Только убедившись, что корабль тонет, японские крейсера прекратили стрельбу и стали приближаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Не знаю, как я оказался в воде. Рюрик все глубже и глубже садится в воду. Нос поднимается в воздух. Блеснул мокрый киль. И не стало нашего чудесного корабля. Нашего дедушки, как мы его называли. Странное чувство охватило меня. И я заплакал, как ребенок. Но, сделав усилие над собой, я крикнул «Ура!» И десять раз подряд, пока окончательно не скрыли сломанной мачты, и вместе с ними не исчезли стеньковые флаги. Плававшие в воде люди кричали «Ура!» в честь Рюрика. Это произошло в десять часов двадцать минут. Так, в уборнейшем, кровопролитном, пятичасовом бою, какого не знала история парового флота, погиб славный корабль. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В этом жестоком бою погибли геройской смертью двести два русских моряка. Японскими кораблями подобраны и пленены шестьсот четыре человека. Из них двести тридцать ранены. Каждый четвертый погиб. Каждый четвертый ранен. Из двадцати двух офицеров девять убиты, девять ранены. Экипажу Рюрика удалось спасти икону спасителя. Ее обнаружил и подобрал в воде шкипер Анисимов. Из согласия плававших в воде офицеров и нижних чинов он оставил икону у себя. Лично для меня эта икона составляет дорогую святыню, потому что благодаря ней Господь помог мне в течение полутора часов держаться на воде и кроме того поддерживать еще ослабшего офицера. А преждевременное увольнение меня из плена я всецело приписываю действию спасенного мной образа спасителя, ибо в плену были люди и старше меня, и больные, но их не уволили. Анисимову было семьдесят три года. Всех спасенных перевезли на корабли Камимуры и отправили в плен в порт Сосеба. Из рассказа очевидца. Японцы к плененным отнеслись уважительно. Всех передели в чистое платье. Адмирал Камимура с каждым из доставленных на Изума поздоровался за руку. Командир Адзумы при погребении в море умершего от ран русского матроса произвел построение своего экипажа и плененных. Священник совершил краткую литию. Японцы отдали салют тремя залпами. Со слов участника. На уцелевших русских крейсерах вечером, исполнив печальный обряд отпевания, похоронили погибших в море. 47 на России и 82 на громобоя. К исходу дня 2 августа подошли к Владивостоку и, пережидая туман, встали на якорь в бухте Славянка. Лишь к вечеру 3 августа вошли в бухту Золотой Рог. Встречал весь город. Но Рюрика среди кораблей не было. И о его судьбе ничего не было известно. На борт России поднялся командующий флотом вице-адмиран Скрыдлов принял рапорт от Ессена. Клагман опасался обвинений в оставлении им поврежденного Рюрика. По законам войны на море, к сожалению, всегда очень жестоким, вы поступили правильно, ответил командующий флотом. Из рапорта контр-адмирала Карла Петровича и Ессена. Считаю своим долгом засвидетельствовать о доблестной службе и преданности воинскому долгу офицеров и нижних чинов моей бригады крейсеров. Это были железные существа, не ведавшие ни страха, ни усталости. Вступив в бой прямо ото сна, прямо с коек, без всякой перед тем пищи, они в конце пятичасового сражения дрались с той же энергией и с такой же великолепной стойкостью, как и в самом начале боя. Прибывшие во Владивосток Россия и Громобой в течение двух месяцев залечивали тяжелые раны в ремонте. А в апреле следующего, 1905 года, совершили свой последний поход к Сангарскому проливу, где уничтожили несколько японских шхун и квадажных пароходов. Мы подошли к району поиска. Постоянно штормящее море, действующее в восточном направлении течения силой до трех узлов. Все это затрудняло поисковую операцию. Условно весь район поиска был разделен на три участка. Первым участком являлся квадрат с центром в точке, которую доложил адмирал Иессен в своем рапорте вице-адмиралу Скоридлову командующему флотом. Второй квадрат с центром в точке, о которой доложил командир крейсера Такачихо, непосредственно наблюдавший гибель крейсера Дурик. И третий квадрат. Мы его назвали участок Камимура. Центром этого участка являлась точка, о которой доложил адмирал Камимура в рапорте адмиралу Того и императора. На дне в общей сложности было обнаружено 41 цель. Но практически ни одна не напоминала затонувший крейсер. И вот как будто удача. в самом центре района всего в трех кабельтовых от точки, которую доложил адмирал Камимура, мы обнаружили подводный объект, очень похожий на крейсер. Мы с различных галцев попытались осмотреть акустическое изображение. Высота борта, архитектура надстроек и направление корпуса все говорило о том, что это дедушка Рюрик. Конечно, акустическими средствами невозможно прочитать название на борту корабля. Глубина места в 136 метров исключала спуск водолазов, но мы были убеждены, это он. Мы как будто прикоснулись к истории флота, кораблю, который своим именем делал эту историю. Ессен продолжал командовать отрядом крейсеров до конца войны. В мае 1905 года во Владивосток прибыли легкий крейсер «Алмаз» и два миноносца «Грозный» и «Бравый». Только они дошли до конечного пункта 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Рожественского. Эскадра после беспримерного в военной истории перехода через три океана потерпела сокрушительное поражение от объединенного флота Японии под командованием вице-адмирала Того в Цусимском сражении. Стало ясным Россия войну проиграном. 5 сентября 1905 года Ессену единственному непобежденному адмиралу российского флота было поручено заключение перемирия с японским флотом. На рейде корейской бухты Наджин-Расин встретились два бывших противника крейсера Россия и Иваты. Контр-адмирал Ессен и вице-адмирал Камимура это звание он получил за Цусиму на борту России подписали протокол о перемирии на море. Вскоре был заключен и Портсмуртский мирный договор между Россией и Японией. Причем мира при посредничестве своего доброжелателя североамериканских Соединенных Штатов запросила Япония полностью исчерпавшая свои людские и финансовые ресурсы. По условиям договора Россия отказалась от влияния в Корее и Маньчжурии. Уступила Японии аренду Порт-Артура Южно-Китайскую железную дорогу и половину Сахалина. В 1906 году Иэссон на трех своих крейсерах Россия Громобой и Богатырь перешел на Балтику. Но уже осенью того же года был произведен вице-адмиралы. Уволен по болезни от службы с мундиром и пенсией. Истинной же причиной была его излишне высокая независимость суждений и действий. Умер адмирал в Петрограде в 1918 году 65 лет от роду. Адмирал Камимура продолжал служить на флоте. Командовал военно-морской базой флотилией. Награжден высшими орденами Японии. Адмирал Туга до сих пор высокочтен в Японии, одержав крупные морские победы в этой войне. Флагманский броненосец Микаса, с борта которого он командовал сражениями, удостоен большой чести и сейчас является мемориальным музеем. Команда Яхты Искра побывала на броненосце. Так он выглядит сейчас. Этот корабль удостоен большой чести быть мемориальным памятником в Японии. Рядом с кораблем стоит монумент адмиралу Тога. Мы побывали на мостике корабля. Постояли на том месте, откуда он руководил сражениями. так выглядит трехдюймовое орудие, расположенное в носовой части броненосца Микаса. Боевая рубка защитная граня боевой рубки составляла 350 миллиметров. спустились в внутреннюю палубу. Большое впечатление на нас произвела экспозиция, посвященная русским морякам. Мы увидели модель броненосца Петропавловска. Большой портрет адмирала Тога говорил о том, что японцы чтут своего адмирала. И действительно, этот адмирал является великим флотоводцем, одержавшим большое количество побед на моде. Большое имя Тяжел Тяжел Э Субтитры делал DimaTorzok В Токио, в управлении национальной безопасности, мы встретились с известным в Японии человеком, адмиралом запаса, господином Ямадзаки. Совсем недавно этот адмирал командовал оперативным флотом Японии и поведал нам много интересного, того, что прочитать в официальных сводках и доступной литературе просто невозможно. Например, он рассказал о том, что адмирал Камемура во время Сусемского сражения нарушил приказ адмирала Тога и не последовал принципам ведения морского боя, установленным англичанами. Но это позволило получить преимущество и в конечном итоге выиграть сражение. Вот что писал в это время военный профессор медицины. Недешево дались нашим славным сынам России, храбрым морякам, их подвиги. Спустя два года я лично имел счастье служить как врач двум храбрым командирам громобоя и России – Дабичу и Андрееву. Один был искалечен физически, другой – нервно. Дабич получил контузии внутренних органов и более ста осколков в теле. Андреев, кроме ранений, жестокое нервное потрясение. Крейсера продолжали служить до конца 20-х годов. Участвовали в Первой мировой и гражданской войне. К этому времени они уже изрядно устарели. Плененные рюриковцы находились в Японии до конца 1905 года. Отношение японцев к русским пленным в то время было примером, на основе которого создавались будущие международные конвенции, связанные с отношением к военнопленным, больным и раненым. Японское военное министерство считало, что все войны основаны на политических отношениях между государствами, и поэтому не следует разжигать ненависть к народу враждебного государства. К русским пленным относились как к почетным гостям. В Японии содержалось 71 947 русских военнопленных. Примером того служат нормы питания. На русского офицера тратилось 60 ем, на русского солдата 30 ем, при том, что на японского воина тратилось всего 16 ем. Генерал Ноги, занявший порт Артур, позволил пленным русским офицерам носить личное оружие и мундир, хотя иногда местными надзирателями это оружие временно изымалось. Даже командующий, объединенным японским флотом, адмирал Тога, победивший в Цусимском сражении, лично посещал в госпитале адмирала Рожественского, который получил ранение в начале боя, был в бессознательном состоянии, передан на миноносец и оказался в плену. Но внутри пленных моряков не было единогласия. Рюриковцы не желали находиться в одном лагере с моряками кораблей эскадрами адмирала Небогатого, которые, подняв белый флаг, сдались на милость победителю. Их поддержали моряки с крейсера «Ушаков», командир которого капитан первого ранга Миклуха Маклай, брат знаменитого путешественника Миклуха Маклая, не подчинился позорному приказу и погиб вместе с кораблем в неравном бою. Требования моряков с этих кораблей были японцами удовлетворены с большим уважением. Но плен всегда тяжел. Лейтенант Иванов в плену встретился с сыном своего командира, ничманом Александром Трусовым, и рассказал ему о гибели Павца. С возвращением в Россию Иванов был лично принят императором Николаем II. Ему был вручен орден святого Георгия IV степени. Он был зачислен свету. Воспоминания о столь знаменательном событии в службе офицера, при котором им, наряду с остальными членами крейсера, проявлено высокое мужество до последних минут существования корабля. К его фамилии с высочайшего соизволения императора была добавлена приставка Иванов XIII. Впоследствии Иванов служил на флоте. Командовал крейсерами «Жемчуг» и «Пересвет». Дослужился до контр-адмирала. Умер, как мы уже сказали, во Франции в 1933 году. На его похороны в Лионе пришли многие русские эмигранты. Сохранились удивительные документы. Удостоверение доносие священнослужителю крейсера первого ранга Рюрик иеромонаху Алексею в том, что с моей стороны не встречается препятствий к посещению им лекций в качестве вольного слушателя Восточного института капитан первого ранга Трусов. Директор Восточного института судового священника крейсера первого ранга Рюрик иеромонаха Алексея Прошение Представляя присел удостоверение командира крейсера первого ранга Рюрика капитана первого ранга Евгения Трусова о беспрепятствии со стороны моих прямых служебных обязанностей прослушать лекции в институте Прошу ваше превосходительство допустить меня в число вольнослушателей Восточного института Иеромонах Алексей и резолюция разрешается А Россия Рюрик не забыла Уже в 1908 году в состав ее флота вошел пятый Рюрик Более совершенный крейсер первого ранга первым командиром которого был Николай Оттович Эссен Герой порт Артура будущий командующий Балтийским флотом в Первой мировой войне В этой войне Рюрик геройски воевал Особенно отличился при защите Рижского залива от немцев В 1922 году он был списан из данных слов На этом славная династия Рюриков в российском флоте к сожалению оборвалась В военно-морском флоте Советского Союза имя первого русского князя не могло быть присвоено ни одному из кораблей В то же время в 60-е годы возродился Варяг и сегодня этот корабль достойно несет океанскую варку Наверное необходимо возвращаться к истокам корням героической летописи русского флота Возрождение имени Рюрика в военно-морском флоте необходимо Несомненно этот корабль должен служить на тихокеанском флоте Мы возвращались домой Обычное дело Швартовка приветствия близких Веклад командующими Нас встречали экипажи противолодочных кораблей которые сейчас базируются на том месте откуда в бой уходил отряд крейсеров Но на душе была некоторая печаль потому что ни на одном из этих кораблей не красуется славное имя Рюрика А жаль Война Это всегда трагедия Война России с Японией 1904-1905 годов Это десятки тысяч жизней выданных военно-призрачных людей малопонятных на расположение Но долг перед Отечеством заставлял подниматься людей на бой и идти до последнего идти до конца до победы или принимать поражение смерть с достоинством и честью Больно проходит Но в сердцах послевоенных поколений остается чувство сопричастности к событиям в которых принимали участие наши соотечественники Мы можем гордиться или испытывать чувство вины за то, что происходило не с нами лично Возможно это и есть настоящий патриотизм А высшее его проявление в мирное время это наша память Мы извлекаем уроки из страниц истории Военная история цена еще и боевым опытом Учебники тактики пишутся кровью предыдущих поколений Но память просто человеческая память о людях отдавших жизни выполняя свой долг наверное главный учитель и воспитатель Возможно в этом и заключен смысл слов адмирала Макарова помни войну Умирает печально багровый закат Как разбитый корабль погружаясь в пучину И нельзя отвести от величия взгляд Как создатель ваяет природы картину Нам минуты такие даются судьбой Чтоб задуматься каждому хоть на мгновение Для чего в эту жизнь мы явились с тобой Ощутить невысокое предназначение Цепь веков и событий летит чередой Мир сменяют военные годы Накрывает судьба на своей пеленой И несут по дорогам лихие невзгоды Но укором немым вдруг встают в тишине Те кому мы обязаны жизнью Те кому довелось раствориться в огне Пасть в боях за святую отчизну Те кто в бездну ушел не спустив гордый флаг от осколков разорванный в клочья кто сумел сделать вечность решительный шаг гимн бессмертия вписав свою строчку Умираем печально багровый закат луч отбросить вечерних звездей Славный рюль разбит и пожаром объят погибает скрываясь в воде КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ